День КВН Здравствуйте! Добрый день! Давайте начнем с самых основ. Вот КВН-команда, КВН-выступление. Как вообще жизнь связала с этим? Во-первых, это было давно. Здравствуйте всем! Это было очень давно, но на самом деле КВН и привел меня к нынешней моей действительности, чем я занимаюсь сейчас, какому-то движению в отношении праздников, юмора, смеха, веселья. То есть все это начиналось, конечно же, давным-давно, лет 25, наверное, назад, получается. Где-то примерно так, лет 25 назад все это началось. Это началось все в институте. Я поступил на ЛИТФАК Рязанского государственного педагогического тогда еще института. Но был таким тихоней. Был тихоней. Я закончил 65-ю школу, такая простая, она ничем не выделяла школу, такая средненькая школа, хорошая, конечно. И познакомился с ребятами, которые были на год младше меня. То есть я уже учился на втором курсе, они поступили на первой, на разные факультеты пединститута. Ребята выпускники 14-й школы. Тогда такая блатная школа была. У них был класс один такой, прям какой-то эксклюзивный. И этот класс дал очень много таких, знаете, ярких персонажей, которые потом в КВНе блистали. Я с ними познакомился как-то совершенно случайно. И, собственно говоря, влился в это течение КВНовское. Сначала у нас был даже не КВН, а Черный Кот. Мы выступили на Черном Коте танцевальным коллективом. Назывался он Повидлый танцевальный коллектив. И потом вот этот танцевальный коллектив переродился уже в команду КВН «Головы». Сначала он назывался «Попухшие головы». Первые несколько месяцев. Потом, когда мы показали плохие результаты, мы поняли, что как корабль назовешь, так он и поплывет. Поэтому слово «попухшие» убрали, осталось просто «Головы». И вот головами мы уже бомбили по России матушке достаточно долго. В том числе и потом нас приглашали, некоторых участников команды «Головы», приглашали в команду КВН «Чернокнижник», команда тоже педагогического института. Вот две наши команды педагогического института, вот мы в них, так сказать, рвали залы. Каких высот удавалось достичь? Ну, по КВН ли мы хорошо. В те годы, то есть вот эти несколько лет, прям были такие плодотворные. Кроме КВНа ничего у нас не было в жизни. Ну, естественно, было. Институт, учеба после института, уже работы у всех. У меня, в частности, там работа в школе была, в сельской. И мы главных успехов, таких самых ярких, если говорить о телевизионных проектах, достигли с команды КВН «Чернокнижник», я, в частности. Мы командой «Чернокнижник» в 98-м году выиграли «Кивина» в «Черном» на Гюрмельском фестивале. Это такое, по мне, самое значимое достижение вообще рязанского КВН за все годы. У нас было шикарное выступление, там, ну, просто шутка на шутке сидело, можете в интернете посмотреть. 98-й год, «Чернокнижник». Очень классное было выступление. Масляков, там все были в восторге. Это вот с «Чернокнижником» самая яркая победа. А с командой «КВН Голу» мы достигли тоже глобальных высот. Я считаю, мы были такой альтернативной командой достаточно. Мы не хотели лезть в телек, в телевидение, скажем так. Нам было приятно общаться со своими знакомыми какими-то, с которыми мы знакомились и общались в Сочи, в том же самом, на международном фестивале КВН. Головами мы выиграли дважды, в 2000-м, по-моему, и в 2001-м году гран-при Всероссийского фестиваля «Студенческая весна», который проходил сначала в Петербурге, потом в Нижнем Новгороде, по-моему. То есть это такие, это Всероссийский фестиваль, куда посылались какие-то определенные коллективы, самые лучшие каждого города. И вот мы в номинации КВН выиграли. И главами мы выиграли в Санкт-Петербурге, тоже годом ранее, северо-западную лигу Масляковского КВНа, где в финале там у команды у серьезных выиграли. У Добрянки первым, тогда была такая команда модная. Ну, в общем, хорошо выступили. Ну, не говоря уже про рязанские достижения, где, мне кажется, практически все, что могли бы вы выиграть. И Лигу, естественно, и Рязанскую Лигу Масляковскую, и Рязанскую Простую Лигу, и Славянский Базар, и Рязанский Касапус, такой фестиваль был музыкальный, и Кубок Губернатора, и, ну, в общем, чего только не было в Рязани, в общем, взяли все. КВН – это легко или тяжело? В те годы было все легко. В те годы вообще все легко, на самом деле. Вот 20-30 лет, вот люди, которым сейчас до 30, это прям вот люди, вдыхайте в себя эту вот легкость, потому что чем дальше, тем тяжелее, естественно. Но мы стараемся к КВН-щике бодриться, мы всегда молоды. Поэтому для меня, для всех, для нас, конечно, было легко. Мы собирались друзьями на квартирах, естественно, тогда никаких сотовых телефонов не было. Появлялись пейджеры, вот эти вот обзвоны, очень тяжело было. Сейчас это все, конечно, просто там интернет, ну, какие-то, получается, те же самые шутки. То есть, естественно, мы не знали какие-то другие шутки, нам не на что было, как бы, ориентироваться, кроме как телевизионных просмотров. Мы ничего не видели, интернета никакого не было. Поэтому, может быть, как-то в те времена, как-то КВН был более естественный, что ли, я не знаю. Сейчас, ну, тем не менее, как бы, конечно, я понимаю, что времена разные, нужно подстраиваться под нынешнее время. Поэтому нам было легко в те годы с КВН. Сейчас я вижу КВН, когда, я сейчас вижу редко КВН, скажем так, да, потому что я, ну, не знаю, может быть, наелся в те годы. Сейчас, если меня приглашают в жюри, допустим, КВН, такие случаются. Жеглову Алексею, спасибо за это, за приглашение. Я смотрю, потом захожу в кулуары вот эти, ну, вообще все по-другому. Люди как-то по-другому сейчас относятся к КВН. Может быть, как-то, не знаю, посерьезнее, что ли, стали. Потому что это стало источником дохода. Тогда все-таки это было реально хобби. Просто хобби. Нам никто за это не платил денег. Мы пытались выбить в пединституте какие-то деньги на поездки. Сами для себя там играли, что-то какие-то шутки придумывали, выигрывали, доставляли удовольствие зрителям. Так что я сейчас в КВН все-таки встал на вот эту коммерческую рельсу. И я не знаю, хорошо это или плохо. Но я что-то в последнее время КВН по телевизору вообще не смотрю практически. Заговорили о шутках. Как писать шутки? Мы вообще, у нас в команде «Голов» был главный автор Павел Ёжиков. 80% шуткам мы надеялись, что Паша все напишет за ночь. Нам все принесет, мы сыграем хорошо. А в последнее время, когда мы еще тогда играли, это было лет 15 уже назад, когда мы на завершении карьеры, пошла тема штурмов. Когда собирались, штурмовали, вот эти все, каждые шутки, там по кругу прогонялась текст. Бумажка с какой-то там, каждый писал там фразы, ее нужно было подытожить, как-то добить. Сейчас, как пишут все-таки, я не знаю. Ну, то есть, какие-то шутки рождались сами по себе. Ну, по-любому, это сборы команд, это очень, кстати, на самом деле затратное время. Просто так вот сидеть, да, и выдумывать в одну репу шутку, мне кажется, тяжеловато. Когда в команде все-таки это гораздо проще. И главное, вот все-таки стиль. Ну, то есть, в разных стилях сложно работать, естественно, командой, вот как есть стиль, да. У нас был свой у команды «Голов» стиль, такой немножко приторможенный КВН, спокойный КВН, как мы его называли. Есть классический КВН, как раз вот «Чернокнижник», это прямо классика была, а «Голов» была вот альтернатива полная. Тем не менее, мы, я мог быть и там, и там, как бы и вроде нормально, в общем-то, получалось. Там и в «Чернокнижнике» Раймондом Паулсом классическим в 98-м быть, и в «Головах» там каким-то тормозом таким сидеть там, упертым. Ну, поэтому как писать шутки? Ну, вообще-то это, мне кажется, дано должно быть человеку. Так вот искусственно в себе вот эту вот тему. Тяжело, конечно, тяжело сделать. Вот поэтому сейчас, я так и знаю, что во многих командах КВН, к сожалению, то есть они не сами себе пишут шутки, им пишут шутки, они нанимают авторов. И уже это, мне кажется, уже эта вот какая-то искусственность стала появляться, уже команда. Ну, когда сам что-то придумал и сам сделал, это гораздо видно народу. А когда что-то делаешь не свое, это тоже видно. Много поездили по городам, много поездили по России, выступали на телевидении. В чем отличие рязанской команды и рязанской игры от других? Опять-таки, берем годы прошлые. Ну, в Рязани все просто. Все проще, все гораздо проще. Какие-то были телевизионные версии, ну, говорят про Чернов Книжник, про Юрму. Понятно, там очень много репетиций всевозможных, там какие-то шутки вырезаются, не то чтобы уже телепрограмма, а из показа самого даже. Отличие рязанского, ну, как и во всем в Рязани, все проще. Хотя, конечно, нужно стремиться к лучшим вариантам. Ну, все мы прекрасно понимаем, мы в Рязани у нас определенные, как бы, какие-то финансовые возможности. Это сейчас очень сильно влияет на это. Те же самые там камеры на телевидении, да, то есть можно снимать там 10 камерами. Сейчас вот квадрокоптер, почему у вас не летает здесь, да, и там не ездит камеру. Ну, потому что это Рязань. Что тут говорить? Поэтому то же самое и в шутках, то же самое и в рязанских командах КВН. Да, мы сейчас видим, вот сейчас высшая лига прорвалась, ну, проиграла в игре в последней команде рязанская, десантники. Ну, вот это опять-таки, возвращаясь к предыдущим вопросам, ну, они же себе не пишут сами шутки. Это они, я прям уверен в этом. Я не знаю. Сейчас другой вообще юмор стал. Сейчас вот они пытаются поразить чем-то, даже не шуткой, а каким-то вот явлением, номером. Ну, тогда было все-таки, первое, это была шутка, все-таки клуб веселых был, а находчивых уже было как-то на втором плане, мне кажется. Поэтому рязанская команда КВН, ну, я не знаю, есть ли у них будущее, я не знаю, ну, немногие команды Рязани как-то вырвались так вот, ну, достигали каких-то там успехов. Их всего там 3-4 команды, которые выходили за пределы города и достигали успехов. Молодцы. То есть рязанский зритель менее требовательен к шуткам, чем, допустим, тот же московский? Вы знаете, вот, допустим, если сравнивать с московским, да, тоже выступали на Кубке Москвы, там, в высшей лиге с чернокнижником при телевизионной съемке, видели московского зрителя в московском дворце молодежи. Выступали в Петербурге, в главном их, в Октябрьском, в БКЗ перед огромным количеством зрителей. Рязанский, ну, в принципе, если шутка хорошая, она всегда проходит. Тут вообще зрители абсолютно не влияют. Если это классная вещь, выстраданная мозговыми потугами, да, которые в итоге выродили эту шутку, да, родили эту шутку, то тогда любой зритель ее воспримет прекрасно. Поэтому я считаю, что вот, ну, в России он зрителя, мне кажется, один и тот же, даже в Юрмуле, в Латвии, в той же с вами, когда выступали, хорошую шутку народ понимает. Русский народ и даже, ну, советский народ, он хорошую шутку понимает. Поэтому тут, если придумал хорошую шутку, дорога тебе наверх, и никакие масляковские запреты, потому что есть у всех свои бзики, да, тебя не остановят. Ну, это сложно, это сложно. И главное сейчас, сейчас очень много же команд КВН. Я помню наши годы, когда мы выезжали на фестиваль в Сочи, вот, да, как пример. Я не знаю, там был, ну, команд 100 там, может быть, приезжал. Сейчас я вообще знаю там что-то, не знаю, я даже не знаю, сколько сейчас там, 300-500, сколько там команд приезжает сейчас, показывает это все. И ведь каждый считает, ну, вот, очень многие шутки же, они пересекаются, похожи друг на друга бывают. И начинают вот это, ой, а ты там у меня украл, а ты у меня там взял. Поэтому сейчас стало это, ну, народ, хлеба и зрелищ, зрелищ, русский народ всегда будет просить, поэтому КВН не умрет. Вообще, конечно, уникальное явление придумали, это просто памятники надо ставить тем людям, которые придумали такую вещь. Много выступали, много ездили. Самая запоминающаяся история. Самая запоминающаяся история, наверное, в Петербурге. Не случилось с нами, когда мы перепрыгивали разводящийся мост. Это было в одной из игр Санкт-Петербургской лиги, Северо-Западной лиги. Мы тогда очень плотно дружили, ну, не сотрудничали, а дружили, скажем так, общались с командой сборной Санкт-Петербурга, из которой вышли известные люди сейчас на телевидении. Митя Хрусталев, Витя Васильев и так далее, Полина Себогатульна. Вот мы с ними так общались достаточно плотно. И вот Витя Васильев пригласил нас выступить, команду головы в клуб «Порт» в Петербурге. Такой клуб был. Должны были выступать в сборную Санкт-Петербурга. У них что-то не сложилось. Кто-то заболел, не заболел. В итоге вместо них выступали мы. Он, ну, куратором, типа, нашим был. Вот мы выступили в этом клубе «Порт» с какой-то группой там музыкальной. Все прекрасно прошло. Все, головы резали, молодцы, все. И надо было возвращаться назад. Мы что-то задержались долго. И в итоге нам надо было бежать через мост. И вот как раз этот момент, что нам нужно было успеть, иначе бы мы на ночь остались на одной части острова. И вот мост уже разводиться начал. Уже полит... Ну, тогда милиция еще была. В общем, все. Мы проскочили кордоны какие-то с Витей Васильевым. В общем, перепрыгивали уже через разводящийся мост. Там Демидов Константин, режиссер ныне главный Краснодарского театра, снимал это все на видео трясущимися руками, как разводился мост. Мы перепрыгивали, все, перебежали на эту сторону. Все, довольны. Все, сейчас мы пойдем домой. И тут Витя Васильев говорит, «Ребят, я забыл же, там же еще один мост, нам надо перейти». А он уже разведен был. И мы зависли на ночь на Неве. В общем, вот такая байка. В общем, это такая локальная внутренняя история, которую, конечно, может быть, 99% людям не интересны, но вот нам это прям запомнилось хорошо. Как КВН изменил жизнь? Ой, кардинально. Кардинально. Как я уже говорил, я вот учился в школе, я таким достаточно серым, таким стеснительным мальчиком был. Особо не проявлял себя ни на каких-то конкурсах самодеятельности, ни в активностях каких-то школьных, а вот именно поступление в институт и знакомство с ребятами из 14 школ, за что им респект, парни, вот меня изменила жизнь кардинально. Вообще, шутка и шутка, и проще жизнь, жить по жизни. Потому что если, ну, конечно, сейчас с каждым годом, да, мы стареем, становимся более такими, буки такие, такие, видим во всем, что вот плохо, такие начинаем гундеть, но тем не менее еще пытаемся себе сдержать вот эту вот веселость, этот оптимизм, хотя надвигается вот эта вот неотвратимая старость, скажем так, ну, ничего не еще. Вот, поэтому КВН реально меняет жизнь человека. То есть, ну, я не знаю, кем бы я был, если бы я не познакомился с ребятами из 14 школ, если бы я не поступил бы в институт, а чтобы по-другому жизнь моя пошла. Без понятия, может быть, я сейчас на телевидении вот тут сидел бы. Хотя на телевидении тоже благодаря КВН проработали достаточно много и организовывал знаменитый телепроект «Риас Гор Юмор» с моим коллегой Гавердовским и Димой. Вот, мы почти три года тянулись, серьезную ношу. Ну, в общем, с КВН все пошли мои мероприятия, все мои вообще проекты, стендап, камеди-шоу, впервые в Рязани. Я как бы главным действующим лицом, я организовал, называлось оно «I love humor», мы в клубе «Небо» делали два года, потом в «Арагон» перешли стендап-шоу, в общем, потом на радио работали, тоже делали проекты, и «I love humor» шоу, такой радийный проект, скетч-шоу «Риас Гор Юмор» опять-таки. Ныне вот мой проект «Рыбатлон», он, конечно, является не очень веселым, но, тем не менее, в нем тоже есть доля такой веселости, поэтому во всем должен присутствовать юмор, мне кажется, в жизни, даже в политике, в серьезных вещах. Мы даже видим, что наш президент временами на серьезных встречах так неплохо шутит, поэтому это помогает ему в том числе. Дмитрий, спасибо большое, что стали сегодня нашим гостем, ответили на интересующие нас вопросы. А на этом мы с вами прощаемся. Хорошего вам дня и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова